Магазин в Шонгу закрыт уже больше недели. Продукты разгрузить невозможно из-за ремонта дорожного участка, который блокировал заезд к торговой точке. Предприниматель все это время ходит по чиновничным кабинетам в попытках найти ответственных и тех, кто загнал торговую точку в тупик. В жизни людей из небольших населенных пунктов, таких как Шонгу, поселковые магазины остаются местом особенным. Купить товары первой необходимости можно только здесь, ведь возможность выехать за продуктами в областной центр есть далеко не у каждого. Но с недавнего времени вход и въезд в стекляшку, а именно так называют жители Шонга, местную торговую точку, перекрытый за дорожных работ. Здесь были подъезды к нему, тропинки, тротуарная дорожка, лестницы они засыпали, которые люди переходили, пешеходный переход они сломали. Сказали, восстановят и делают. Здесь ремонт. По проекту у них остановка. А съезд засыпали к магазину. Проезд ни пожарным машинам, ни скорой помощи, ни людям пройти теперь. Ну, засыпали подъезд. Я обратился в администрацию. Администрация Кельдинского, Селиверстов сказал, что не подписывал никаких проектов, что ничего с ними не согласовывалось. К автодору подошел, которые здесь мастера, они говорят, это наша собственность, мы что хотим, то и делаем. Магазин предпринимателю пришлось закрыть, ведь подвезти и разгрузить товары теперь из-за дачи элементарной перешло в трудоемкую. Семейный бизнес разваливается на глазах. Не может зайти, да и не пойдет никто в такую грязь посмотреть, что происходит. За комментарием обратились в администрацию Кельдинстроя. Впрочем, там, как и ожидалось, лишь развели руками. Мы вам чем можем помочь? По сути, ну, как бы, ничем. Не, они ссылаются, что администрация подписывала этот проект, и они, ну, как бы, ходили, якобы ходили по этим местам, и вот, ну, съезды эти согласовывали с этим администрацией. В общем, я не могу вам давать комментарий, потому что мы работаем совершенно в другом отделе. То есть вчера я вам давала определенные комментарии, потому что у нас сейчас в администрации половина отдела УМИ с коронавирусом. Нет, соответственно, то, что я могла вам подсказать, я вам подсказала. Дальше, как бы, в принципе, я не имею в виду, это вообще ничего не кажется. Получается замкнутый круг. В тупике оказалась не только Стекляшка, но и Владимир Сахаров. Перемещаясь из кабинета в кабинет, предприниматель найти ответственного за такое неожиданное благоустройство не смог. А как администрация, она же отвечает за поселок. Ну, администрация же отвечает за дороги, за поселок, за людей, по крайней мере, ну, что там находится. Понимаю, что мы находимся в отдалении от Мурманска, да, и у нас поселок, значит, на наш поселок можно, ну, просто, ну, что творится там, то и творится. Хотели, дороги засыпали, хотели там, людей там не слушают. Ведь было согласование, если это дороги, значит, оно должно состояться с собственниками, там, домов, я не знаю, собственниками каких-то своих учреждений, там, магазинов, чего-то еще. Ведь это должно быть согласование, ну, как законное. Предприниматель руки опускать не намерен, и Стекляшку бросать не будет. Сейчас бизнесмен готовит обращение в прокуратуру. Вполне вероятно, что магазин в Шонгуе он откроет не скоро. Продолжение следует...